Привет всем! Сегодня у меня пятый день игры, надо выходить в эфир. Я не хочу, у меня никакого желания нету, вообще вот просто совсем. Мне нужно нажать эту кнопочку, выйти хотя бы ненадолго и сделать этот шаг, который я обещала себе, каждый день выходить в эфир. Так что, ребят, я сегодня унылая говнишка, которая не хочет веселить вас. Я вот так прилягу, ничего страшного, надеюсь, не буду сидеть красиво, ровно там выеживаться. Если у вас есть вопросики, задавайте. Пока нет вопросов, могу какую-нибудь тему, сейчас на ум первая придет. Например, тема такая, потеря близкого человека. Не важно, разошлись вы с ним или ушел, умер мужчина, женщина, ребенок, брат, сестра, родители. Вот, ну, допустим, разошлись с мужчиной. И что я хотела сказать? На самом деле это ваша собственная боль, ваши собственные страхи, ваша собственная боль внутреннего тела, страх одиночества. Ну, то есть нам больно, что человек ушел. Вот, а этот человек просто приходил в нашу жизнь раскрыть нашу внутреннюю боль, которую мы всю жизнь копим. Это страх одиночества, страх, что мы будем никому не нужны. И надо благодарить каждого человека, который уходит из нашей жизни для того, чтобы показал нам, что он показал нам, что внутри есть сильнейшая боль, которую мы не хотим замечать, закрываемся от нее. И внутри тела огромные блоки. Мы не есть тело, это просто видимая осязаемая оболочка, которой мы не являемся. Мы на самом деле это больше внутреннее тело, и оно не телесное. И вот это внутреннее тело у многих сейчас, практически всех, соткана из какой-то боли, которую мы не можем закрываясь от нее почувствовать, увидеть и выпустить ее, чтобы жить вкусно, счастливо, красиво, чтобы поток энергии все время проходил. О, мотоцикл как проехал громко. Чтобы поток энергии все время циркулировал. Мы не можем так жить, потому что у нас внутри очень много боли и блоков, и тело такое сконцентрировано твердое. Чтобы вытащить эту боль, мы все время сталкиваемся с теми, что нас покидают люди. Кто-то уходит, кто-то разочаровывает, кто-то умирает. Вот, чтобы показать о том, что мы, например, любимый человек ушел. Вот, мы так сильно его любили, тоскуем, не можем забыть. А он просто, миссия была прийти и показать то, что мы тоскуем по самому себе, то, что мы любовь к своей душе переложили на молодого человека, допустим. Что мы забыли о том, что мы не одиноки. Мы боимся встретиться со своим одиночеством. Вот, и мы забыли сказать себе, что мы не одиноки, что в нашем теле наша душа просто одинока. Потому что мы на нее не обращаем внимания. Мы себя не любим. И тоска по другим людям, на самом деле, это тоска по нашей душе. И тоска вспомнить, кто мы есть, что мы не вот эта телесная оболочка, а то, что наше внутреннее я. Тоскует, печалится, одиноко, ему больно, этому телу нашему, бестелесному. И каждый человек приходит напомнить об этом. Мы обвиняем других людей за то, что они ушли, бросили, предали, изменили, ушли, там, умерли. И на самом деле надо поблагодарить их о том, что они просто нашу боль пытаются нам показать. То есть мы чувствуем не их, и любовь не к ним, а любовь к себе чувствуем. Но не хотим этого признавать, не хотим любить себя. Мы перекладываем свою любовь, которую мы должны направить на свою душу, Мы ее перекладываем на людей, каких-то внешние образы, создаем картинки в своей реальности. И частичку своей души вкладываем в какую-то материализацию другого тела. И любим себя в другом теле, можно так сказать, да. И когда это другое тело уходит, показать нам то, что ты любишь иллюзию, вот, а нужно прям настолько вот офигенно себя чувствовать, классно ощущать, вот как ты ощущаешь себя с другим человеком, так нужно ощущать самим собой себя. Вот, а мы влюбляемся постоянно в миражи для того, чтобы себе напомнить, что вот эта внутренняя любовь, которая у нас есть, она к нам, к себе, душа ее требует, наша собственная к себе. А мы рождаемся, умираем, этого даже не понимаем. Вот. Вот я хотела об этом сказать. А все почему так? Что тут за вопрос был? Сейчас найду. Предыдущий вопрос не увидела. Это какое-то дополнение или это тоже был вопрос? А все почему вопрос? Потому что не надо делать то, что не хочешь в моменте. Юля, это вообще-то к чему написала? Что я вообще сообразить не могу. Юа Стилан Анталия, Уракимер Анталия, Лара. Так. Всем привет. Моя миссия на 15 минут выйти в эфир. На 5 минут вышло. Еще давайте 10 минут с вами побуду. Можете задать какой-то вопрос. Потому что в эфир через силу сложно. А там потерялся почему-то вопрос, хотя я читала его, но его сейчас нету, я не вижу. Вопрос был, почему через силу что-то сложно сделать? Ну вот потому, чтобы пошла энергия, там в розетке ток появился, нужно напряжение. Напрягитесь и сделайте. Я не хотела в эфир выходить. Ну вообще не хотела, у меня нет настроения. Я переживаю... Такую сильную боль внутри, что ничего не хочу. Но мне надо, я поставила себе шаг каждый день выходить в эфир. Поэтому я нажала и вышла. Не хотите делать? Ну окей, не делайте. Просто не вините себя потом. Почему у вас нет того, чего вы хотите? Почему вы не достигаете тех целей и желаний? Если вам нужны ваши цели и желания, вы должны поднять свою жопу и что-то сделать. Не хотите делать? Ну значит у вас не будет того, что вам нужно. Просто примите это то, что... Ну вот я вот настолько постаралась. Настолько я постарался, настолько... И получаю. До сих пор не могу отпустить своего бывшего. Ну вот здесь вам нужно понять, что... Вот о чём я говорила. То, что это боль потери. Да, она внутри вас. Это боль о себе. О вашей душе на самом деле. Страхи быть одинокой. То есть этот бывший вам привносил какую-то там радость. Нужность. Вы получали эмоции. Вы получали чувство взаимной любви какое-то время, да. То есть он вам давал то, что вам не хватает внутри. Но он внешне это давал. А это всё есть внутри вас. Вся эта любовь и нужность. И всё, что вы хотите. И людям просто приходится уходить рано или поздно от нас. Чтобы мы переключили внимание на себя. Потому что мы в них сливаемся, перекладываем свой фокус внимания на внешнее, забываем о внутреннем. Наша душа плачет всегда, когда мы на ней не обращаем внимания. У нас весь фокус внимания на других. Есть такая практика классная. Эдхард Толе пишет в своей книге. Сейчас вспомню название. Сила настоящего момента. У нас есть внутреннее тело, которое мы часто забиваем болью. Мы не хотим на него обращать внимания. Поэтому у нас в жизни застой всегда. Энергия вообще не течёт никуда. Мы такие все бедные и несчастные. В общем, он там пишет классную практику. Что нужно концентрироваться на своём внутреннем теле. Представить, что вы прозрачная, бестелесная. И наблюдать изнутри без мыслей, без слов. Не о том, а просто наблюдать, что вы что-то другое, чем физическое тело. И вы внутри как чистое сознание, чистый разум, за которым вы просто наблюдаете. Не важно, какие действия вы делаете. Вы, например, едите и при этом осознаёте себя не телом, а сознание внутри. И всё время фокус во внимании на внутреннем теле. Вы ходите в эфир и чувствуете, что вы внутри этого тела, а не само тело. Смотрите фильм, разговариваете с кем-то, читаете книгу. И фокус внимания одновременно с внешним, ещё и на внутреннем теле. Тогда вы будете практиковать состояние здесь и сейчас. Тогда вы будете практиковать состояние находиться в моменте. И оно даёт там очень много интересного. Оно отпускает ваши мысли о прошлом, это состояние. И отпускает мысли о будущем, вот этот момент сейчас, который вы наблюдаете в себе. И все переживания уходят. И боль, которая есть внутри, да, она может проявляться, и вы начинаете осознавать, да, там, своё одиночество. Что вам страшно быть одной, что, может быть, вас никто больше любить не будет. Или вы не сможете. Или что у вас там что-то не появится в этой жизни, чего-то не будет. И эту боль просто нужно прожить во всех мыслях, которые о них появятся. Дать себе прожить её максимально, чтобы она растворилась. И тогда вы поймёте, что ваши переживания о бывших, там, ушедших людях беспочвены, можно сказать. То есть эти переживания, они вообще рассеиваются. Вы понимаете, что тоска по прошлому, на самом деле, это тоска по себе, по-настоящему. Что вы упускаете эту жизнь, вы себя не любите, вы просто пытаетесь внешним заменить то настоящее время и себя чем-то другим. Вот такой вот у меня грустный прямой эфир сегодня. Нелли грустит красиво. Спасибо. Сколько раз вы читали эту книгу? Ух, я её читала где-то в 2000 году, первый раз, 2000-2000, там, второй. Ну, я ничего не поняла там вскользь, мне кажется, даже её не дочитала. И вчера взяла её, нет, вру, не вчера, когда у меня первый день марафона моего пожелания, мне нужно было прочитать шесть книжек. И первое, что мне попалось, опять эта книжка. Я решила её перечитать. Вот сегодня пятый день, я на десятой главе. Ну, я узнаю, что там будет дальше. Ничего нового, конечно, для себя не открыла, всё это понятно, каждый об этом говорит. Но его слова, как он это преподносит, ну, мне становится легче, очень, очень вовремя, можно так сказать, книжка. Даже если ты всё это знаешь, всё равно чувствуется какая-то поддержка автора, который с тобой. Я уже думаю, может, свою книжку почитать по зависимостям. Про курение книга, но там за место слова «курение» можно подставить алкоголь, еду, наркотики, зависимость от людей, от чего угодно. И тоже потрансформировать. Там будет поддержка автора, Амель Давыдовой, моего альтер-эго, я не знаю, кого, второй я. Два раза читала, но вот не владею всё равно так, как хотелось бы. Да, практика сложная, её просто нужно практиковать. Хотя бы, не знаю, 10 минут в день, каждый день уделять. Эдхард Толе, «Сила момента сейчас». И очень классная там практика у него, как находиться в моменте, как проживать боль, как проживать страхи, растворять моментом сейчас, да, все вот эти мысли бестолковые, дурацкие. О всём, что уходит, вот, или что может прийти. И книжка, не знаю, мне сейчас помогает. Я не участвую в игре, но тоже взяла несколько действий на день, на исполнение желаний. Классно. Ну, ты молодец. Я считаю, что очень ценный ресурс, дисциплина и какие-то знаки, путеводители, задачи, цели какие-то, всё равно должны присутствовать в жизни. Я живу без плана, то есть я не строю свою жизнь по плану, как я должна жить, какие шаги делать должна. Я живу без плана. Но у меня всегда есть ориентиры на мои желания, какие я хочу достигать. И хотя бы один шаг в день, хотя бы пять минут об этом подумать, сфокусироваться в внимании. Во-первых, снимает важность этих желаний. Во-вторых, ты живёшь моментом. Поэтому я всегда выполняю эти шаги, которые мне нужны. Но придумываю их хаотично, каждый день новые. И заранее не просчитываю, что я буду там, какой шаг делать завтра. И советую вам тоже взять на вооружение, написать свои желания, чтобы о них забыть. После того, как вы пропишите по этим желаниям какие-то короткосрочные, долгосрочные цели. Желания забудьте. А цели, как маячки, по ним пускай какой-то фокус внимания каждый день будет небольшой. И шажочек делаете. Вы уже молодец, хвалите себя за каждый шажочек. Что бы вы ни делали. Сегодня я подумала о своём желании. Вы просто молодец. Это уже достаточный шажочек. Вернее, не подумали о своём желании, это неправильно я сейчас сказала. А подумали о том, какой шаг мне сделать к своему желанию. Каким моментом и какими действиями сейчас насладиться. Это уже шаг. Ну, например, там легла в сторону своего желания. Это тоже шаг. Либо порисовала нейрографику, либо станцевала танец, призывающий моё желание. Это тоже шаг. Шаги не обязательно могут быть такие, знаете, серьёзные, глобальные, правильные, настоящие. Они могут быть любые, потому что дело не в самих шагах, да, не в самих действиях, а в фокусе внимания, то, что мы молодцы, что-то делаем. И это уже начинает нам, как это, мы уже начинаем проходить тот путь, который лежит до желания. То есть один шаг, это уже пройдённые многие километры к нашему желанию. Вы не рекомендовали визуализацию раньше. Я визуализацию не рекомендую, но у меня всегда присутствует визуализация только для того, чтобы вытащить, какие чувства стоят за желанием, чтобы жить в этих чувствах и давать себе эти чувства. Не желаниями грезить, ну, например, вы хотите, да что угодно, вы хотите, давайте, любимого человека. Не визуализировать его каждый день, как вы с ним там целый день проживаете, как вы счастливы, и фокусироваться на этом желании. Вы просто стянете всю свою энергию со всех своих сфер жизни, вы себя опустошите, вы себя накажете. Ну, это настучит вам по голове, я не приветствую такие визуализации. Но один разочек прожить эту ситуацию не в качестве визуализации притянуть это желание, а только для того, чтобы понять, какие чувства я буду испытывать, за какими чувствами я гонюсь, когда у меня будет молодой человек. Я хочу там закрыть свои дыры какие-то, дыры в безопасности, или дыры такие, что я себя не люблю, да, он мне будет дарить любовь. У меня к себе же нету, ну, вот, извне надо почерпнуть. Мало к себе внимания, он мне будет дарить внимание, я буду якобы счастлива. То есть, как бы нам всё внешнее нужно только закрыть свои дыры, недостатки к себе. Вот надо вытащить просто через визуализацию эти чувства, которые нам нужны. И вот эти чувства нам нужны здесь, сейчас. Давать их любыми способами, какими мы хотим, можем, не можем придумывать. То есть, чувство любви пробуждать в себе сейчас, любовь к цветочкам, подойти к зеркалу, посмотреть, какая вы там классная, прекрасная, и возродить к себе любовь, дать себе внимание, сделать себе масочку для волос, сказать себе приятные слова, комплименты, взбодрить себя, вдохновлять и так далее. То есть, вот эти чувства, которых нам не хватает, когда мы в любви там с кем-то на море по колено, мы окрелённые кайфом, нас уже перестают волновать там денежные вопросы, какие-то рабочие моменты, что происходит и так далее, потому что мы все там в любви. И вот в данный момент как раз-таки вот всех этих чувств не хватает, визуализация помогает вытащить моменты. Через визуализацию вы можете достигнуть своих желаний, вы можете притянуть любое желание, рабочий метод, рабочий, но вы потом пострадаете, потому что этот рабочий метод не экологичный. Вы себе сделаете хуже, вы разрушите что-то, и вы потом не раз пожалеете об этом. Я не советую все эти такие практики использовать в своей жизни. Самая лучшая практика – это любить себя, давать себе любовь, давать себе эмоции, вытаскивать себя из состояния критики, заниженной самооценки, вытаскивать себя из состояния уныния, чревоугодия. Кстати, вы знаете, чревоугодие – это из смертных греков самый тяжёлый, потому что, когда мы едим, мы тратим всю-всю-всю свою энергию, это вообще прям зашкваранье любовь к себе. Но тоже никто не хочет на это смотреть. В общем, любовь к себе – это тотальное внимание к себе, своему физическому телу, к своей боли, к своему внутреннему телу, к своим эмоциям, чувствам. Какие эмоции я хочу испытать, если хочу машину и чувство? Почти два года без машины устала. Ну зачем вам машина? Есть же такси, есть водители, есть кошеринг и так далее. Но вам же именно своя нужна. Но она вам даст что? Чувство безопасности какой-то? Или что? Что она вам даст? Что мне даёт машина? Когда она у вас будет? Вот мне она вообще абсолютно не нужна. Я вот тысячу раз себе прикидывала. Я купила себе машину, и она два года возле дома простояла по Канели, путешествовала по разным странам. Приехала и её продавать решила. В итоге у меня её вообще украли. И продали. То, что я сама её продать не могла избавиться. Вот моё желание таким образом классно исполнилось. Комфорт в любой момент времени. У меня в любой момент времени бизнес-такси. Алло, окей. Тачка каждый день на любой вкус, какой я хочу. Вообще не испытываю к этому никакой проблемы. Каждый месяц можно брать в аренду новую тачку и менять каждый месяц. С одной клёвой на другую. Вот что вам? Вот такое желание не желается. А потому что страшно деньги тратить. Потому что это будет дороже. Значит, дело не в машине, а в экономии. Вы хотите чувствовать ещё чувство экономии. То есть, надо подумать, для чего вам машина. Ну и повизуализируйте. Я чувствую себя круто, кайфово. Я еду. Вот этот драйв, что я сама за рулём. Хотя, опять же, кошеринг, драйв сама за рулём. Чем отличается? Ничем не отличается. Отличается в чувствах, что это моё собственное. А значит, вам чувства не хватает самодостаточности. Вот это вот. То есть, мы хотим что-то от нехватки. У нас чувство нехватки внутри себя. Мы не ценим момент, что у нас уже и так всё есть. Мы не ценим то, что мы уже целостны и исполнили себе всё, что в данный момент нам нужно. Вот прямо здесь, сейчас. Мы не видим вот этого всего. Мы как бы обесцениваем эти моменты, обесцениваем наши достижения, обесцениваем то, что имеется и так далее. Это можно вообще бесконечно размышлять. Разные машины дороже, а своя типа выгоднее. Ну вот, да я про это тоже Кристина сказала, что вы хотите чувствовать, что вы не тратите много. Вам страшно отдавать себя, понимаете? Тратить. Ну, тратить. Отдавать. Выдыхать. То есть, вы хотите брать и не хотите отдавать. Здесь вот эти маленькие моменты на жизнь, вот этими моментами учат глобальным каким-то вещам. Глобальным вещам прям таким, что мы боимся делиться на полную катушку жить с этим миром. Неважно, сколько вам дадут денег, вы будете бояться их тратить, вам нужно будет их сохранить, знаете, как скрюч-макдак. Моё, 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 вы жадный, очень жадный человек. И вам просто жалко ещё. Сколько жадности, жалости в себе. Значит, вот эти вот моменты надо прорабатывать, найти в них выгоду, что я могу жалеть с пользой, а что я не могу жалеть. Что мне нужно использовать с жадностью, например, жадность до знаний, до любви, до кайфа, жадность отдавать. Я жадна до эмоций, до радости, там жадна, там ещё до чего-то. То есть все эти чувства нужно вытаскивать из себя, выписывайте, берите всегда ручку, блокнотик, всегда свет во всех эфирах. Вооружайтесь, вытаскивайте, что стоит за вашими желаниями. Там куча чувств, куча шаблонов, куча этих эмоций различных. И вам всё это необходимо использовать. Вот здесь сейчас брать, использовать, концентрировать своё внимание не на потом, а вот на прямо сейчас. Как я эти чувства могу себе дать? И ничего, главное, мы не должны отрицать. Например, жадность, как я сказала. Потому что жадность можно использовать как плохо для себя, а без пользы в минус, так и в плюс, смотря где. Нет ничего в мире ни плохого, ни хорошего. Есть только то, как мы это используем. С пользой для созидания, для кайфа, или же мы это используем в минус, в слив энергии, без пользы, крадём и у себя, у других людей энергию, эмоции, чувства. Так что вытаскивайте. И визуализация для меня, понимаете, это просто как маленький урок, маленький шажочек, вытащить чувства, какие лежат. Но по большей части саму визуализацию я лично не использую, потому что что лежит за желаниями, какие чувства, мне без визуализации понятно. Мне не надо проникаться очень долго какими-то чувствами, представлять себе это. Я и так уже знаю, у меня список, если ручку дать и блокнотик, у меня он будет просто бесконечно вот так писаться, писаться, сразу ассоциативный ряд включается. Кто не может так мыслить быстро, поиграйтесь, повизуализируйте. Можете даже сходить там на тест-драйв, посидеть в этой машине, почувствовать эти чувства, записать. И вам нужно искать все способы в течение дня, как эти чувства воспроизвести через любые свои какие-то действия. Даже просто повспоминать радость, как она вообще звучит, что за песня эта радость. Потанцевать может быть классно, позвонить маме, сказать, что вы её любите. Может быть, пойти погулять, встретить кошку, взять её на ручки, пообнимать. Может быть, это пойти отдать свои вещи кому-то, там, соседей, у кого нет денег, а вам эти вещи не нужны. Может быть, радость от какой-то помощи кому-то. Неважно, что будет являться источником, там, радости или какого-то чувства, как вы это будете делать. Главное, вам проживать эти чувства, потому что мы с вами на этой планете забыли, что мы сюда пришли не ради материальных вещей, а ради того, чтобы что-то чувствовать. И нам эти желания на самом деле материальные не нужны, просто они нам дают чувство безопасности, которое мы всё время упускаем. Мы боимся мир опасный из-за того, что мы едим такую еду, в которой идёт информация страхов, в которой идёт информация убийства, в которой идёт информация жестокости и так далее. Вот мы эти все чувства с едой получаем. Плюс через СМИ, телевизор, новости, социум, пропаганда, чтобы мы много потребляли вещей, если у вас их не будет, вы не будете счастливы, если у вас их не будет, вы там пропадёте, с голоду или с холода, или вас не будут любить, если вы не будете красиво одеваться или красиво выглядеть. То есть большой бизнес давит на нас со всех сторон, чтобы мы чувствовали всё время какую-то опасность, если у нас чего-то нет. На самом деле это такая иллюзия, вы просто даже не представляете. Нам нужны просто чувства. И если вы эти чувства начнёте воспроизводить, как дать себе чувство безопасности? Вот вам домашнее задание. У меня много было эфиров на эту тему, про безопасность и про опасность, почему мир опасный и безопасный одновременно, как этим рулить. Если вы не смотрели эфиры, попробуйте порассуждать. Завтра, например, прямой эфир у меня будет опять. Можете рассказать, до чего вы дошли. Просто вот когда ответы выдаёшь сразу, оно тут влетело, там вылетело. Я поняла недавно, одну свою проблему. Почему люди по 5-6 лет одни и те же вопросы задают? Потому что рассказываю я, а размышлять не даю. Размышляйте тоже. тренируйте силу задавать себе вопросы, получать ответы. Вот я очень рада была сегодня вас увидеть. У меня под конец эфира даже настроение появилось. О, класс. Я вот прям сейчас чувствую, что я зарядилась. Я побыла в поле. Люди — это энергия. Если плохо, самый лучший способ — это, конечно же, побыть в поле каких-то людей, пообщаться. Но самое быстрое вообще наполнение энергии, вы тоже уже неоднократно слышали, это кого-то обнять. У меня как раз дома девочка есть. Сейчас попрошу ее пойти, чтобы она меня обняла. Когда-то был чат рефлексии. Да, был. Ну, а мне надоел. Удалила его уже давно. Ну, это так классно, что выходишь каждый день. Спасибо. Я так сегодня не хотела выходить, потому что... Блин, сейчас опять... Целый день рыдаю. Проживаю боль. И... Я думала, если я включу кнопку, я буду тут рыдать, но он взрыд, как белуга. Мне было очень тяжело выйти. В итоге я это сделала. Я молодец. Всех целуем. Всем пока. Обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok